у нас с вами короткое видео что я хочу сказать это опять же видео не для всех там кому не нравится можете не смотреть вот выключать я хочу сказать перед тем как я поставлю это видео покажу суть вот я два слова буквально скажу вы знаете что сейчас времена возможно да довольно сложные начинается в разных совершенно странах в разных континентах что в америке что в дюжной америке там там постоянно все это такое вот идет вот что в россии что в украине в европе но я не говорю там про другие страны может быть где-то там в новой зеландии в австралии еще более менее спокойно а вот во всех остальных странах особенно в родных мне странах вот это практически вся европа россия украина европа вот индус старинная традиционная европа вот и соответственно вот для некоторой думающей части я хочу поставить такой небольшой ролик с маленьким нюансом вот этот нюанс заключается в том что я вам продемонстрирую свой спальник и немножко про него расскажу поскольку я очень много хожу всегда в походы вот и каждая мелочь играет роль а для чего вот это я все сказал вот про эти разные страны потому что вы знаете вот внезапно может случиться всякое и соответственно человеку приходится не сладко ему приходится выживать если прямо так скажем так в довольно в сложных условиях и всегда естественно человек должен спать человек должен чувствовать себя более менее естественно чем он будет ближе к комфортному состоянии тем не лучше будет работать ум вот подчеркиваю а ум в критических ситуациях есть главное до физическая подготовка безусловно без этого нельзя но у вас должен работать ум он должен быть всегда так сказать на вершине принятия решений потому что в сложные моменты вы знаете доля секунды играет роль но я много очень вот это вот все сказал для того чтобы подчеркнуть одну важную вещь вот каждая деталь особенно для человека который знает что такое экстремальные условия играет роль каждый грамм каждая какая-то застежка каждый там какой-то вес карабина или что-то еще и вот в связи с этим я считаю что вот например мой спальник да какой он у меня он позволяет первое что сэкономить на одежде вот сэкономить на вещах потому что я знаю когда мы идут в походы особенно новички давай там вот на складывают там рюкзак рюкзак обувь одежда все что вы с собой берете все играет роль вот это мой лично вывод поэтому каждый начиная там от спичек добывание огня к не кончая там нижним бельем не говорю про верхнюю снаряжение вот я сейчас хочу еще раз послушаться играет роль и соответственно вес да вот если я не беру одежда много да мне там свитера не нужны мне там не нужны какие-то другие там ну не знаю там люди которые там набирают игру молодые там туристы важно водоросли просто которые не имеют они накладом свитер еще там какую-то майку рубашку тельник там еще что-то вот я беру всегда очень мало одежды это мой принцип она просто не нужна мне почему она вы сейчас догадайте и я хочу сказать что я лучше возьму колбасы и сало там возьму там что-то сладкого возьму лишним лишнюю там бутылочку чего-то такого вот покрепче и так далее себе сыграет роль и вот связи с этим я сейчас выйду вот для того чтобы принесу с подвала в гаража принесу несколько разновидностей спальников и там всего-то и покажу вам одну секундочку вот я принес с собой вот вы смотрите видите вот здесь отсюда вот досюда я принес некоторое количество амуниции вот и вот мой спальник значит что я хочу сказать у меня спальников много разных совершенно там от военных туристических разных форм там есть такие узнаете как есть одеялом покрывалом раз я вам покажу мой спальник и связи с этим я просто сделаю маленький нюанс то у нас планета в общем-то больше вода чем планета земля поэтому я предпочитаю все вещи иметь герметичные вот лучше иметь вот такой вот такой вот чехол да вот это военный чехол очень хороший очень качественный он немножко тяжелее чем вот такой например чехол или вот такой вот вот это все промокаемые чехлы которые особенно там в тропиках при дожде при серьезном дожде при попадании в воду они очень быстро сразу промокают и короче теряет свои герметичность и спальник намокает вот такой вот чехол вот критит военный хороший очень мешок он практически не промокаем но если конечно вы там не погрузите его воду там на метр вот я просто демонстрирую и говорю что на каждый элемент экипировки начиная там от большой маленькой тут у меня тут много разных просто покажу всяких тут и чехлов и вкладыши и сеток в общем много почему потому что на все должно быть на весь вызов на любой вызов должен быть ответ у вас да и соответственно от того как какой зоне вы отдыхаете там москиты мошка там и предки комары вот если они к вам не проникают вам не доставляют рассказать проблем то тогда вы хорошо высыпаетесь вы можете за два часа хорошо набраться силы сделать дальше там марш-бросок особенно если у вас там не знаю много тяжести груза там боекомплект какой-нибудь или или много просто веса поэтому соответственно сон играет колоссальную роль вообще я говорю в принципе простой жизни в спорте да и соответственно если вы возьмете ну такой вот военный спальник хороший спальник но очень большой он его никак не сделаешь маленьким большим данным случаем просто вот так вот у меня вот здесь у меня тут два спальника по моему я сейчас вам какие-то спальники покажу просто ради интереса чтобы сравнить вот я достану сейчас вот один спальник положу до 10 один какой хороший спальник вот такой вот я вам показываю да просто простой спальный мешок хороший качественный но можно это синтетический синтетический спальный мешок вот достаточно качественно большое качественный хороший мешок такие спальнике тоже очень уважают люблю да вот вот я просто показываю как у него застежка тут вы все прекрасно знают вот я когда его там расстегивается вы можете даже укрыться ну например . когда бывает жарко и вот вы его расстегиваете вот такой хороший спальня мешок вот такой вот большой покрывал за просто показывает потому что как раз это то что мне нужно для демонстрации моего спальня вот вы можете укрыться вдвоем вот очень хорош это синтетический вот по я участвую сюда соберу вот теперь я вам покажу свой спальник принцесса давай уходи отсюда не мешай на это принцесса наши вот уходи давай вот я теперь поставил свой спальник это пуховый спальник я люблю хорошо поспать вот что я сделал вот я вам показываю он точно такой же как тот да вот но чем он отличает он меня перешит у меня переставлены молния и для чего я сейчас вам покажу то есть вот такой же точно объявил вот только вы видите вот здесь вот это вот верхняя часть спальника вот здесь вот вы видите молнию видите вот она у меня еще имеет вот такую вот за крышку вот она молнию раз я ее расстегну вот так вот молния видите она проходит наружу вот и дырка получается вот я просовываю руку дыркой здесь вот вторая молния 1 2 это уже сейчас расстегну вот вот вторая вот дальше что у меня перешит перешита молния то есть она вставлена не снизу вверх как у того да то есть на растет а наоборот я просто перешил вот для чего я сейчас вам покажу то есть у меня вот это молния заходит вот до сюда вот она у меня вот так вот раскрывается вот видите вот это молния на может раскрываться вот для чего здесь можно ну например ты не остын не жарко я могу проветрить да вот но сейчас вы поймете почему я перешил я распорол этот спальник на середину то есть вот точно так же так вот этого спальника вот у него молния доходит вот до сюда вот она расстегивается и все дальше она вот по этой части видите вот на вот здесь она не расшита вот еще так вот такой мешок а у меня он расширен я показываю вот он расширен то есть у меня вот эта молния еще вот так вот проходит вот у меня получилось вот так но у меня здесь она имеет еще вот с этой стороны расстегивается я уже сказал это смыкал вентиляции вот так вот я вот здесь вот так вот закрываем вот у меня получается вот полностью спальный мешок и меня вставляется вот здесь молния закрывается сверху то есть если вы видите вот у меня капюшон так вот вставляется вот он у меня вставил видеть вот он у меня все я вот сюда в этот спальный мешок зала либо сверху либо могу отсюда залезть и собственно говоря прекрасно себя чувствовать потому что я так вот домой нету с двух сторон я ведь видите застежка я могу внутренней стороны застегнуться вот но в данном случае я вам покажу что я вот застегнул сейчас наполовину и таким образом у меня очень мощный хороший спальный мешок видите тут ну капюшон отстегивается ну как обычно да это верхняя часть но у меня имеется здесь у 2 этих нужно догадались для чего это да сейчас я вам все продемонстрирую так вы лежите хорошее помещение палатки да и вот я сейчас заложить туда покажу вам как все выглядит вот первый этот спальник лес вот уховый классный спальничек прекрасно не спать вот пар костей не ломит вот я сплю я не буду вам демонстрировать реально но меня вот руки если не надо я их вытащил там не знаю что-то подвинтил но конечно вы можете и отсюда руки вытащить это не для этого сделано так вот я сплю мне хорошо ночью я захотел в туалет на улице 0 градусов или еще круче да не выходит из палатки выходить мне холодно и так дальше что я делаю я прям в спальник смотрите вот надеюсь видите вот одна кнопочка вот так вот раз пристегнул расстегнул спальник соответственно да сейчас я вам покажу вот это я сейчас просто тороплюсь но я вам сейчас продемонстрирую вот 2 и соответственно здесь вот у меня кнопочка сейчас я вам продемонстрирую как это выглядит вот я вот так вот сделал лежа еще не выходя на улицу вот соответственно вот у меня вторая кнопочка видите вот здесь вот тоже есть хлястик вот я показываю дальше вот смотрите дальше что происходит сейчас вот у меня задняя хлястик пристегивается вот у меня передний хлястик пристегнул таким образом у меня получается что что я могу совершенно спокойно в этом спальнике выходить на улицу не морозе свое тело и комфортно себя чувствует то есть вы видите вот я пошел пошел сходил в туалет да очень некомфортно я также в спальник залез палатку и не буду вам демонстрировать реальные кадры из между архива все свои смотреть там вытаскивать что-то я просто оказываем суть вот у меня получается вот такой спальник видите вот я прямо в нем могу ходить очень удобно например если вечером холодно костерчик хорошая спинку задувает да вы там курточку одеваете еще что-то я могу взять палечек или там на девушку на свою накинуть вот так вот у костерчика посидеть прямо в спальнике прекрасно вот я сижу там костерчик мы прекрасно разговариваем я могу руки спрятать свои сюда да и спокойно там попить чаек очень удобно вот дальше что я могу сюда я могу соответственно что-то делать например если вдруг у меня потерялась одежда или там я не хочу одежду какую-то одевать да я вам продемонстрирую все все варианты и все возможности такого спальника вот я вам показываю почему я не беру много одежды вы смотрите если сильный мороз или где-то мне скажем так не нужно каждый грамм не играет роль мне лучше взять там боекомплект какой-то там или какой-то еду там снаряжение как вы смотрите как мне тепло и комфортно это легенькая курточка вот это пуховый спальничек я уже при минус 25 легко себя очень комфортно буду чувствовать естественно нет я сейчас в этих шортах я буду в штаммах я сейчас вам покажу еще скуточку эту застегну и и вот сейчас я попаду тут потому что хочу показать вам суть смотрите вот я застегнул курточку спальничек очень мягкий пуховый вот мне очень комфортно очень приятно вот я сейчас его туда подверну под свою курточку да я могу его бываешь и выше ниже сделать как угодно но у меня получается очень большая экономия одежда и очень тепло при тех условиях когда мне нужно пройти в каких-то ну очень супер экстремальных температурах посмотрите какой у меня хороший комплект вот я это затянул это подниму все значит ну конечно у меня рукавицы такие вот-вот с ботфортами знаете я не буду демонстрировать более того у меня руки работают как хочешь мне удобно я могу что хочешь делать то есть у меня спальник на глаз у меня очень тепло у меня получается такой пуховик вот я вам показываю это в нашем не уже сейчас жарко вот вот получается что я могу сделать из спальника все варианты которые позволяют мне его использовать именно вот так и как спальник и как в общем-то элемент одежды вот как элемент веса экономии да и комфортное ну скажем так хождение нахождение палатки у костра вот просто даже вариантов этих я могу перечислять очень много я могу показывать видео где я там нахожусь именно с этим спальником вот конкретно с этим да вот смотрите видите вот все он у меня в этом я вышел вот он очень компактный удобный в отличие от военного спальника он может очень плотно сжиматься я могу вообще свернуть ну очень очень плотно вот если я свернуть он будет вообще мало места занимать вот в отличие от такого военного спальника но я предпочитаю вот в таком чехле его держать как правило спальник и держу наружи вот почему я уже показал потому что мне удобно его с собой таскать вот сверху и если что я не беру с собой никакой одежды вот у меня маечка да я вот такой куртец может быть еще там какая-то там другая маечка 2 до чтобы сильно там потом не пахло и когда ты сам сутки идешь двое идешь вспотел вот и вот моя курточка все ну конечно штаны там и так далее носки обязательно там рукавицы но все мое вся моя одежда становится очень плотно когда я все вот сюда он складывал практически все у меня вот больше ничего нет но это как бы совет потому что что может случиться в настоящее время с любым из нас из вас вот одному там богу известно да этом всевышним как вот поэтому я рекомендую вам обратить на такую мелочь также как на любую другую если кому интересно там спрашивайте я могу рассказывать очень много начиная там от карабинов там специальных приспособ для карабкания ну скажем так по отвесным каким-то там с ну не то что скалом но не альпинистским потому что альпинисты это с собой там куча оборудования куча там сеть веревок там шерпы должны какие-то ходить собой таскать не я лучше предпочитаю взять продукты взять больше веса но еще раз говорю для людей военных это боекомплект вот потому что каждый грамм играет роль то вышли будете потом этим калашом или там чем-то еще там шмайсером забивать гвозди и там палатки коли оставить да вам нужно больше взять там патронов там этих самых как его короче лучше взять больше груза вот там два цинка может быть каких-то лишних там еще что-то очень много того что надо взять поэтому все осуществить его спецназов сюда я потом другие там видео поставлю которые получают оборудование вот такое вот классная штатная да вот а потом из него начинает переделывать перешивать и начальство особенно на рабочие группы которые действительно выполняют задания какие-то я еще раз говорю мне 60 лет и я имею опыт общения с людьми которые прошли там горячие точки которые выполняли какие-то задачи боевые вот и начальство смотрится закрыв глаза то знать что это боевая боеспособная эффективная единица вот сейчас у нас ну по крайней мере я говорю про себя у меня мирное время у нас прекрасная возможность подготовиться к возможным катаклизм которые вот например как на восточную украину обрушились и люди получились в зоне военных действий поэтому вот так наличие таких вещей вот таких на мой взгляд очень сильно вам поможет выжить и не просто выжить а вам нужно выжать максимально сохранив голову у вас должна быть холодная галакта должна уметь принимать решению для меня это очень важно потому что когда вы усталый когда вы не выспавшись когда у вас не знаю там мокрое что-то вы вот пришли да пошел проливной дождь или вы упали там не знаю куда-то там в речку там цунами не знаю там что ливень какой-то катаклизм природы а у вас и ваш спальник намок и в результате вот это вот превратилось все я реально говорю вот это превращается в 10 килограмм если намочить вот этот вот спальник пуховый это 10 килограмм веса вы его должны не только в нем залезть высушить его должны как-то этот пух это будет сохнуть ну наверное ну не меньше суток если вы делаете подходящую температуру чтобы он действительно высох а как вам ее сделать находясь в природных условиях когда там ноль и не говорю про минус хотя бы там ноль градусов кстати очень опасная температура вот от это 10 градусов до минусов туда вот вот эта температура тоже очень такая хорошая и люди погибают как раз вот при таких температурах в первую очередь от растерянности от того что они не готовы вы взяли стандартное штатное оборудование там или снарягу амуницию и она в каким-то причинам вышла из строя там намокла не знаю там еще порвалась и и еще что-то с ней случилось вот я хочу сказать у вас на все случаи жизни должен быть ответ это маленькое видео конкретно говорит вот о моем опыте и что я рекомендую поскольку сейчас у нас мир вот такой вот он на грани дестабилизации сейчас пандемии там сметет малый бизнес экономика обрушил ставите чего в африке творится там гранят магазины там уже толпа людей штурмом хотят идти на европу должно им там есть нечего там жить не на что они хотят тоже как-то не быть похожих на животное стремится куда-то вот поэтому это так что сказала это сам один из прогнозистов каких-то великих я не буду говорить что в следующем году где-то миллионов 20-30 африканцев хотят планируют перелить переселиться в европу вот это хаос это военные действия социальные дестабилизация и так далее то есть я хочу сказать что эти все факторы в силу вместе с природами я человек ученый вулканы какие-то там наводнения там эти самые как их называют катаклизмы связанные с природой там даже отдельные какие-то да вот они могут внести дестабилизацию но вот в связи с этим обращайте внимание на такие мелочи они вам помогут всего вам доброго когда уже стали глаза называть наступая нелепость я решив что так дальше нельзя превратился в брестскую крепость на клочке материнской земли я твердел круговой обороне чтоб хотя бы его не смогли оккупантов вытоптать кони чтоб хотя бы детей не отдать в лапы их садомитской культуре не бы раньше пойти воевать но нас очень хитро надули мир плясал вокруг дудки врага и предатели слазь жировали у нацистов окрепли рога им юротивые подбивали и казалось до пропасти шаг и когда эта пропасть разверзлась в небо взвился вдруг родины флаг это билась еще одна крепость и другие бились вдали все в дыму но полные жизни значит все пока си не смогли и